Это Максим, сегодня поговорим про то, как и сколько можно заработать в инстаграме Я расскажу и покажу, на чем зарабатывают блогеры, эксперты в инстаграме Какие источники самые популярные и самые доходные В общем, будет интересно, если вы всегда хотели развивать свой инстаграм и думали оттуда еще То смотрите это небольшое видео Вообще, я уже рассказывал о том, что количество подписчиков это не главное И я знаю блогеров, у которых миллион плюс подписчиков, которые зарабатывают реально мало И они не понимают, как монетизировать инстаграм Непонятно, что к чему-то, блядь А есть примеры, я вот периодически это слышу от разных уважаемых мной людей Как человек, у которого тысяча охват сториз, две тысячи, пять тысяч охват сториз Заработал несколько миллионов рублей И это реальная история Понятно, что для таких результатов нужно учиться, нужно заниматься и разбираться с инстаграмом Но это реально В общем, корреляции прямой между количеством подписчиков и деньгами нет Она есть, но косвенная Итак, первый способ заработка это реклама Ну куда же без нее Это самая распространенная история Особенно для тех инстаграмеров, у которых уже есть аудитория Как правило, это селебрити с телека, есть те, которые, допустим, засветились в одной трафиковой передаче Вы все знаете про дом 2, но много таких примеров Там, последний герой и так далее Есть примеры из других передач Когда человек в течение, допустим, пары месяцев показывался по телеку Он таким образом набрал аудиторию И дальше он с большой вероятностью будет монетизировать эту аудиторию через продажу рекламы Опять же, здесь расценки очень разнятся Кстати, знаете, сколько больше всего в мире зарабатывают на инстаграм-рекламе? Например, у Кайли Дженнер пост стоит 1 миллион долларов У Кристиана Роналда, кстати, тоже 1 миллион долларов за пост в инсте Прикиньте, ценообразование зависит от двух факторов Первое, это ниша, бизнесовые ниши дороже Стройка дороже, онлайн-маркетинг дороже А вот, например, путешествия, лайфстайловые блоги, трэш Там стоимость рекламы гораздо дешевле Значит, это первый фактор Второй фактор, это сила личного бренда Я знаю прекрасные примеры ребят с очень небольшими охватами Это касается, кстати, и инстаграма, и ютуба Которые зашибают прям нормальные деньги за рекламные контракты Их ним идут большие компании Потому что у них очень выверенный, точный, сфокусированный личный бренд Мы в инстадруге, когда работаем с нашими студентами Одна из главных вещей, которые мы прорабатываем Это как раз позиционирование в личном бренде человека Следующее, на чем зарабатывают в инстаграме, это партнерки Причем я замечаю по инстаграммерским чатам, в которых я состою Что люди обычно боятся партнерок И на самом деле, с одной стороны, правильно делают Потому что там очень много развода И как бы рекламодатель пытается переложить ответственность себя на блогера Но есть очень крутые партнерки, которые гораздо больше принесут блогеру Если он будет работать не за фикс, не за установленную стоимость рекламы А по партнерской модели То есть, когда он что-то продает, он получает комиссию с продаж Пример, на конференции в Барселоне, на которой я прошлым летом был Компания, которая продает пищевые добавки Нашла блогера качка Так можно сейчас говорить? Ну, в общем, нашла блогера фитнес-атлета И договорилась, что он периодически будет в разных форматах Рекламировать и рассказывать про эти пищевые добавки И он будет получать комиссию с продаж И они прямо разобрали это как кейс Блогер заработал за месяц что-то в районе 15-20 тысяч долларов Просто упоминая периодически Ну, естественно, в правильном контексте эти добавки И зарабатывая не на фиксированной стоимости рекламы А именно на проценте с продаж Есть на самом деле еще готовые партнерские программы Озон, Тинькофф У многих онлайн-сервисов они есть Просто нужно искать и в этом немножко разбираться Я недавно начал инвестировать В 35 лет И очень жалею, что не делал этого раньше Да и вообще, я считаю, что в деньгах И том, как работает экономика Нужно начать разбираться с самого детства Или как минимум в молодости Человек, который поможет вам это сделать Алексей Марковск Я с ним недавно познакомился лично Но слышал о нем уже давно Из-за его книги-бестселлера Хулиномика Хулиганская экономика финансовой рынки Для тех, кто их в гробу видал Чтобы вы понимали Хулиномика это учебник по финансам Для гопников-интеллектуалов Книга жесткая Откровенная, но очень полезная Она неоднократно попадала в рейтинге Лучших книг по финансам Много раз переиздавалась Общий тираж уже больше 50 тысяч Автор такой же неоднозначный, как и книга Он играет и слушает тяжелый металл Является кандидатом наук И инвестором с 20-ти летним стажем Как устроена империя Уоррена Баффета? Зачем ЦРУ запрещало шорты? Как говняки становятся директорами? Почему Павел Дуров может купить Google целиком? Все ответы вы найдете в книге Хулиномика Ссылка в описании А еще у автора есть крутанский канал на YouTube Там много полезного Особенно мне, как начинающему инвестору Понравилось видео Куда нельзя вкладывать деньги Ссылку на него тоже положу ниже Посмотрите его И обязательно подпишитесь на канал Следующее, на чем зарабатывают инстаграм-блогеры Это недорогие инфопродукты И я совершенно осознанно говорю про недорогие Потому что это отдельный класс инфопродуктов Это чек-листы, гайды, инструкции Которые стоят обычно от 200 рублей До где-то полутора тысяч рублей Я знаю лично одного блогера Которая за сутки продала 10 тысяч чек-листов По 400 рублей Соответственно, заработав 4 миллиона рублей Естественно, это был накопительный эффект От долгих месяцев работы со своим аккаунтом Над прокачкой контента Сторис Закупка рекламы была тоже Если вы слышите, что блогер говорит Я заработал на запуске миллион рублей То вы не знаете Сколько с этого он получил чистой прибыли Потому что бывает так Что он потратил 900 тысяч рублей в рекламу И продал на миллион Заработал 100 тысяч рублей Но бывает, конечно Когда уже аудитория очень горячая И она долго прогревалась И она долго собиралась И в этом случае маржиналь Сможет приближаться к 100% Просто обычно вы не знаете конечной цифры Когда вы слышите Что вам какой-то блогер говорит Сколько он заработал Такие недорогие инфопродукты Могут быть хорошим первым шагом Для того, чтобы что-то начать зарабатывать Потому что их легче аудитории купить Из-за низкой стоимости Поэтому не нужно Слишком какого-то большого скилла продаж иметь Чтобы хотя бы чуть-чуть продать Допустим инструкции По 300-400 рублей То есть это реалистично Что еще есть в этой сфере денег в инстаграме Это курсы Которые обычно стоят Где-то от 3000 рублей И заканчиваться стоимость может До 200-300 тысяч рублей В целом я бы сказал по рынку Что большинство курсов стоит Где-то от 7 до 30-40 тысяч рублей Здесь уже работают Более сложные воронки продаж Более длительные Более продуманные запуски И что еще очень важно Если чек-лист не так сложно сделать Если у тебя уже есть какие-то знания В принципе там нужна Хорошая редакторская работа Хорошая упаковка контента И чек-лист хороший Качественно можно подготовить Там за 3-4 недели И даже при этом Это занимает очень много времени Там вот у нас есть чек-лист По инстаграму Можете посмотреть В описании положим ссылочку По упаковке личного бренда В инстаграме Мы на него потратили При том, что у меня в команде Три человека над ним работало Не считая меня Ну недели наверное 4 Для того, чтобы там все сделать Одна вычетка текста Занимает очень много Все равно такой чек-лист Или гайд Сделать проще, чем курс Запустить нормальный курс Или как сейчас говорят Онлайн школу Это сложно Это требует Очень больших усилий Времени Команды Если только вы не хотите Какое-то откровенное говно Выбросить на рынок Если вы хотите сделать Качественный продукт То вам потребуется Время, усилия, знания Команда Это непросто Но и чеки здесь выше И обычно блогеры Особенно с небольшими охватами Зарабатывают на курсах Больше, чем на недорогих чек-листах Дальше Есть личный консалтинг Это работает для экспертов В какой-то теме Вы можете подойти К моменту Начала развития инстаграма Будучи экспертом Либо вы можете Развить экспертизу В процессе развития инстаграма И создать такой Входящий поток И интерес От людей Которые хотят тому же Обучиться Что делаете В инстаграме Вы Консалтинг В самом простом виде Это консультация 40-минутная Часовая Полуторачасовая По какой-то теме Реализовать ее не сложно Продать в принципе Тоже Не так сложно Но если вы часто Показываете Свою экспертизу В сторис И в постах И плюс Разбавляете Это контентом О себе Создавая доверие У аудитории Самый дорогой Консалтинг Который я видел На рынке Стоил 5 миллионов рублей За где-то 6 месяцев работы Он был связан С развитием бизнеса И продаж Опять же Чем больше тема Которую вы продаете Связана С потенциальным Получением денег Тем легче С одной стороны Продавать И тем дороже Вы можете ее продавать Ну поняли Если вы продаете что-то Неважно Сервис Услугу Знания Что принесет Людям Деньги То это Продать можно Проще И дороже Еще можно запускать Свои физические товары Можно продавать Услуги Агентства Можно повышать Стоимость своих Уже текущих услуг Через прокачку Личного бренда Можно повышать Свою стоимость На рынке Если вы работаете В найме И соответственно Ваш блог Будет хорошей Продающей частью В вашем резюме Возможностей Масса Если вы хотите Разобраться С тем Что сейчас Работает На рынке В плане Продаж Продвижения И контента То приходите На наш вебинар По инстаграму Который называется Тренды инстаграма Зарабатывайте Деньги на инсте Подписывайтесь На этот канал И увидимся В следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok